Далее экономический обзор в еженедельном дайджесте. Волгодонск построит новый полигон для захоронения, утилизации и переработки твердых бытовых отходов. Для этого необходимо приобрести участок земли в Волгодонском районе. Такое решение приняли депутаты Волгодонской думы на последнем заседании перед летними каникулами. Деньги на приобретение земли даст Орстовская АЭС, точнее их сэкономил город при разработке ПСД, оплаченного из средств концерна Росэнергоатом. Цена вопроса 870 тысяч рублей. Начиная с 2013 года бюджетное сигнование на жилищно-коммунальное хозяйство увеличится почти на треть – 6,5 до 8,5 миллиардов рублей. Об этом стало известно в ходе гражданского форума «Донское ЖКХ. Контроль. Порядок. Защита. Потребителя». Инициатива принадлежит губернатору Дона Василию Голубеву. Дополнительные 2 миллиарда пойдут на развитие отрасли, в частности на замену коммуникаций, новое строительство и реализацию долгосрочных программ. По мнению губернатора, эти меры позволят перейти от политики залатывания дыр в коммуналке к реальной модернизации инфраструктуры. Жатва на Дону вышла на финишную прямую. Сейчас аграрии убрали 83% уборочных площадей зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор превысил 5 миллионов тонн. При средней урожайности – 22,5 центнера с гектара. В рейтинге валового сбора лидирует Зерноградский район, далее идут Сальский и Целинский районы. Согласно данным мониторинга качества зерна, более 85% уже собранного урожая составляет продовольственное зерно третьего и четвертого классов. Кроме того, совместно с уборкой ведется и подготовка почвы под пассив озимых. На сегодняшний день аграрии выполнили эту работу на 68%. Министерство ЖК Ходона объявило о начале конкурса «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами». Он будет проводиться по номинациям «Лучшая управляющая компания» и «Лучшая ТСЖ». Как сообщается в пресс-релизе Министерства, победителями конкурса станут организации, добившиеся наилучших результатов в жилищно-коммунальном обслуживании, работе с обращениями граждан, реализации мероприятий по энергосбережению. «Лучшие УКА» и ТСЖ получат денежные призы и дипломы правительства региона. Заявки принимаются до 10 сентября. Подробности по телефону в Ростове 240 1149 и 240 55 79. Ход города 863. Индекс борща подрос еще на 33 копейки. Напомню, что мы его рассчитываем, исходя из средней стоимости необходимых ингредиентов в крупнейших торговых сетях города. Неделю назад кастрюля борща обошлась нам в 216 рублей 47 копеек. Сегодня цена вопроса 216 рублей 80 копеек. И напоследок поговорим о программах лояльности, которые предлагают розничные торговые сети. Точнее о том, пользуются ли ими россияне. Согласно исследованию социологов, иногда скидками, купонами и прочими бонусами пользуются практически 32% опрошенных. А вот 28,5% респондентов понятия не имеют, что это такое. Постоянными пользователями этих программ являются чуть более пятой части от принявших участие в опросе. Игнорируют предложения ритейлеров, каждый десятый опрошенный. Более 7% использовали программы лояльности один-два раза. Оставшиеся собираются это сделать. И на сегодня это все. К цене вопроса и всему, что на нее влияет, вернемся ровно через неделю. Спасибо, Артем.